Ангелы нашей природы. Почему уменьшается уровень агрессии и насилия в обществе? Автор Стивен Пинкер. Самое важное, что с нами случилось за тысячелетия, мы научились обуздывать насилие. Впервые в истории огромное большинство людей не живет в постоянном страхе. Понятие о правах человека распространяется на всех людей, а не на горсточку избранных. Большинство из нас, как предвидит Пинкер, сразу же возмутятся. Напротив, именно сейчас опасность как никогда велика. Две мировые войны продемонстрировали склонность человека к самоуничтожению. Новейшие технологии дают ему в руки невиданное оружие, и наша гибель неотвратима. Все, что мы наблюдаем вокруг — имущественное расслоение, терроризм, гражданские войны, знамение скорого конца. Это восприятие действительности в значительной мере формируют СМИ. Новость об убийстве попадет в передовицу, а факт, что общее число убийств в этом году вновь снизилось, едва ли. Достаточно десяти убийств в год на миллион человек, чтобы мы каждый день ужасались нескольким актом жестокости. Мы попадаем в одну из ментальных ловушек, когда легко можем привести пример какого-то явления, это явление кажется нам известным и распространенным. Кроме того, близкое в пространстве или времени событие весомее, чем события отдаленные. Опровергнуть эти заблуждения можно лишь статистикой, что Пинкер блистательно и проделывает, последовательно приводя данные и графики, свидетельствующие о постоянном, с самого начала истории, тренде на снижение насилия. Тем самым затрагивается вопрос о человеческой природе. Каковы источники, заложенные в нас агрессией, и какие человеческие качества, которые автор называет «лучшие ангелы», способны им противостоять? Какие перемены происходили в обществе, как развивающиеся навыки и знания способствовали распространению эмпатии и прогресса? Эволюционная психология рассматривается здесь в совокупности с социальной психологией, с философией и политической историей. Для чего это менеджеру, специалисту или предпринимателю? Для того, чтобы понимать, на каких ценностях базируется развитие социума и сохранять связь с ним, расти детей в соответствии с лучшими качествами человечества, строить отношения внутри и во вне организации, опираясь на историю человечества. Паттерны истории. Впереди катастрофа. Чудовищное кровопролитие первой половины XX века и создание ядерного оружия побудило многих мыслителей, историков и простых обывателей ожидать в скором времени окончательной катастрофы человечества. Предстоят ли нам еще более жестокие войны и ядерный апокалипсис? Многие ответят на этот вопрос утвердительно, ссылаясь на «Очевидный пример мировых войн, революций, геноцидов». Доказательство агрессивной природы человека, которые мы наблюдаем повсеместно, междоусобицы в постколониальном мире, терроризм и так далее. Испорченность современного человека, не сдерживаемого верой и традицией. Общую распущенность, рост преступности, грозящей войной всех против всех. Так называемую «фаустову сделку» наукой и технологией снабдили нас разрушительным оружием. Философские представления о циклах развития и конце цивилизации. На основании циклической теории интенсификацию войн предсказывал в 1950-х годах Арнольд Тойнби. С другой стороны, вторая половина XX века — беспрецедентно долгий период избегания войн между великими державами и развитыми странами, а именно такие войны были наиболее разрушительными. Периоду после 1945 года историк Джон Гэддис дал название «Долгий мир». Является ли это временной передышкой, или мы можем объяснить причинно-следственные связи, приведшие к долгому миру, и надеяться на его прочность? Продолжительность мира сама по себе не так уж обнадеживает. Сторонники теории циклов полагают даже, что чем дольше отсрочка, тем страшнее будет сама катастрофа. Оптимистов сравнивают с индюшкой, которая накануне Рождества радуется взаимопониманию с людьми. Главный вопрос — о паттернах истории. В самом ли деле наблюдается эскалация насилия? Существуют ли циклы, в которых периоды разрядки сменяются ожесточением насилия? При сравнении XX века с прошлым неверное представление могут вызвать три фактора. Пропорции. Если прежние войны уносили меньше жизней, то в пропорции к тогдашнему населению Земли — больше. Историческая близорукость. Мы гораздо лучше помним недавние события. Из 21 страшнейшей массовой бойни 14 случились до XX века. Это в абсолютных цифрах, а в пересчете на проценты от населения Земли из событий XX века только Вторая мировая попадает в черную десятку. На первом месте — мятеж Ан-Лушане, в восьмом веке уничтоживший две трети населения Китая, шестую часть населения Земли. Неверная оценка рисков. Это в том, что в таком-то регионе Африки уже 29 лет нет гражданской войны. Возникает ощущение, что мы живем среди насилия. При выстраивании паттернов особенно важно сравнение с XIX веком. Многие авторы апокалиптических сценариев утверждают, что если циклов и не существует, и даже если прослеживается многовековая тенденция к снижению насилия, в XX веке произошел перелом к худшему. Цивилизационный процесс исчерпался. Демократии доказали свою несостоятельность. Не удалось решить проблемы ресурсов и неравенства. Создано оружие массового уничтожения. На самом деле сравнение с XIX веком подтасовано. Век отсчитывается после периода наполеоновских войн и не принимаются во внимание события вне Европы. Резня в Китае, рыботорговля, колониальные завоевания, гражданская война в Америке, войны в Африке. Математик и метеоролог Льюис Ричардсон на основании статистических данных о сотнях мощных войн осторожно предполагает длительное будущее без Третьей мировой. Он рассмотрел данные о худших войнах с гибелью более 0,1% от населения Земли за 2500 лет. Оказалось, что они достаточно равномерно распределены в веках. За пределами анализа остались рейды арабов и жителей Африки за рабами на протяжении двух тысячелетий, 447 мятежей в Китае, 556 крестьянских восстаний в России, 80 революций в Латинской Америке, о жертвах которых нет данных. Безусловной уверенности быть не может, но некоторые факторы обнадеживают. 5. Статистически не прослеживаются циклы или эскалация насилия. 6. Развитые страны и великие державы воздерживаются от войны осознанно и долго. 7. Даже противостояние Восточного Блока и НАТО не привело к войне, хотя мир несколько раз был на грани. 8. Разрешение Карибского кризиса — идеальный пример компромисса. 9. Во всех других войнах и конфликтах отмечается снижение разрушительности. 10. Заданный просвещением моральный тренд, гуманизм оказался устойчивым. 11. Катастрофы XX века — результат идеологии и контрпросвещения, антигуманизма. Понимание их причин способствует тому, чтобы подобное не повторилось. 11. Налицо те условия, которые Кант считал необходимыми для вечного мира. 12. Распространение демократий, глобальная торговля, международные союзы. 13. Сокращается неравенство между бедными и богатыми странами и стратами. 14. Пацификация и цивилизационный процесс 15. Идеалистические представления о древнем человеке, невинном и незнавшем насилие, развеяны современными данными науки, антропологии и археологии. 15. Охотники, собиратели, первые скотоводы и земледельцы 16. Жили небольшими группами родичей и регулярно совершали набеги на соседей. 16. За последние десятилетия найдено множество останков возрастом от двух до десяти тысяч лет, с метками отстрел и тупого оружия. Вероятность смерти в бою составляла для каменного века 15%. Вечная война со всеми формами жестокости, человеческими жертвоприношениями, людоедством продолжается и у немногих ныне существующих примитивных племен. С появлением первых государств частота убийств сократилась примерно в пятеро. Прекратились междоусобные стычки, люди больше не боялись друг друга, полагаясь на защиту правителя. Кроме того, государство присвоило право на насилие, заменив кровную месть и самочинную расправу штрафами и казнями. Процесс пацификации происходит повсеместно с формированием государств. Однако внутренняя пацификация сопровождается более жестокими войнами против соседей. Классические поэмы Гомера, античные историки, Библия свидетельствуют как о постоянных стычках, так и о тотальных войнах. Расправа с пленными, геноцид, изнасилование женщин, порабощение побежденных — все это предписано богами. Внутренняя жизнь древних государств также держится на насилии. Пытки, мучительные казни, расправы с любыми несогласными, права женщин, детей, рабов, низших каст и сословий, то есть огромного большинства, равны нулю. Ранние государства склонны к необузданному росту, войнам и поглощению соседей. А затем разрушившаяся империя рушится под двойным натиском варваров извне и межплеменных и сословных раздоров внутри. Большинство ближневосточных цивилизаций погибло. Гражданские войны Китая унесли больше жизней, чем Вторая мировая, на обломках Римской империи появились сотни европейских феодальных владений. Европа, ставшая в XVIII веке родиной просвещения и источником мирного процесса, до конца Средневековья была одним из наиболее опасных мест на земле. Каждый рыцарь добывал себе славу и пропитание во главе собственной шайки разбойников. Полное бесправие 99% крестьянского населения, притеснение женщин и детей в своем сословии, страх и жестокость были частью повседневной жизни. Следы этого сохранились в детских сказках, где агенты насилия не только власть и чужаки, но и родители. Централизация европейских государств привела к значительному сокращению самостоятельных бароний и фьефов. В XV веке в Европе насчитывалось до 5000 самостоятельных владений, в XVII веке их было 500, при Наполеоне 200, в настоящее время 50, большинство из которых объединяются в экономический союз с прозрачными границами. Объединение европейских стран шло по тем же принципам, что и формирование ранних государств с помощью завоеваний и поглощений, но две особенности отличают этот процесс и объясняют, почему это не циклы объединения и распада, а цивилизационный процесс. Придворный этикет, экономическая революция. Термин «цивилизационный процесс» принадлежит Норберту Элиэсу. В тот момент, когда королевский дворец становится для баронов более надежным источником почестей и дохода, чем набеги, и воины превращаются в придворных, они вынуждены подчиниться этикету, который требует учитывать интересы других людей и обуздывать свои страсти. Рассеивая романтические представления о рыцарстве, Элиэс цитирует первые придворные уставы, запрещающие отправлять естественные надобности у всех на глазах и набрасываться на женщин. Книга Элиэса вышла в Германии в 1939 году, а вскоре он вынужден был бежать от нацистского режима, и все же Элиэс верил в возможность цивилизовать человека. Экономическая революция основной фактор объединения европейских государств. Экономическая революция началась с новых технологий разделения труда, появления ремесел и излишка товаров, а это, в свою очередь, означало массовое производство оружия и формирование королевских армий, большую обеспеченность, возможность прокормить себя, не отбирая у другого, переход от натурального обмена к свободной торговле. Левиафан Централизация и цивилизационный процесс вовсе не положили конец войнам. Статистически, частота войн в результате централизации к XVII веку снизилась, но сами войны сделались затяжными и разрушительными в силу ряда причин. Появились регулярные армии. Число вовлеченных в конфликт людей возросло. Усложнились причины конфликтов. В XVI веке начинаются и продолжаются всю первую половину XVII века религиозные войны между протестантами и католиками. В XVII веке к ним присоединяются войны династические. Во главе централизованных государств стояли семейства, активно стремившиеся преумножить свои владения. Тридцатилетняя война сочетала черты религиозной между католиками и протестантами и династической войны. Жертвами ее стали от пяти до восьми миллионов человек в масштабах XVII века, бедствие сравнимое с мировыми войнами. Историки называют ее нулевой мировой. Тем более, что в эту войну были вовлечены почти все европейские государства. Германия потеряла 40% населения. Отдельные области до 70%. Современники тридцатилетней войны воспринимали ее с такой же безысходностью, как мы войны XX века. Томас Гоббс считал войну всех против всех естественным состоянием, а источник агрессии, вернее, три источника, видел в природе человека. алчность, побуждающая отнять у других жен, землю, имущество. Страх, побуждающий нанести превентивный удар. Честь, побуждающая сражаться из-за любой ерунды. На уровне отдельных людей войну всех против всех, по мнению Гоббса, предотвращает сильное государство, Левиафан, присваивающее себе право на насилие. В централизованном государстве снижается уровень преступности и междоусобиц. Государство должно обладать легитимностью и силой, чтобы держать подданных в страхе и подчинении. Однако, Левиафан, в свою очередь, усугубляет две проблемы — внутреннего насилия и внешних войн. Причем, внешние войны, по мнению Гоббса, будут все более разрушительными, поскольку абсолютные властители не могут допустить не только поражения, но и компромисса, который подорвет их престиж среди подданных. Просвещение. Условия вечного мира. 17 век был эпохой не только сокрушительных войн, но и научных открытий — век разума. Он породил первые социальные теории и приготовил век просвещения. Это вторая половина 18 века. Название эпохи дало эссе Канта. Всматриваясь природу человека, Эммануил Кант обнаружил те силы, которые могли бы противостоять агрессии. Разум помогает оценить возможность и выгоды компромисса. Самоконтроль является плодом цивилизационного процесса. Приобретенная вторая природа сдерживает агрессивную природу человека. Эмпатия больше, чем жалость и сочувствие. Это способность поставить себя на место другого человека, осознать его интересы и мотивы. По Канту эмпатия проистекает из универсальной разумной природы человека. Мы все устроены одинаково и можем друг друга понять, а самоконтроль помогает действовать в соответствии с велениями разума и эмпатии. Кант и другие деятели эпохи просвещения считали возможным достижение прочного или даже вечного, как мечтал Кант, мира и смягчения законов внутри государства. На место Львиафана должно было прийти открытое общество свободно взаимодействующих людей. Три условия вечного мира по Канту открытое общество демократическое управление Кант предпочитал термин республика международные организации и договора всемирная торговля республика или в современной терминологии либеральная демократия имеет несколько преимуществ перед Львиафаном в деле достижения мира. В отличие от абсолютного государя правители республик привыкли договариваться между собой и с обществом они скорее найдут компромисс. Республикам чужды аристократические идеи чести и мести. Алчность еще одна причина войны в республике направляется на предпринимательство честолюбие в политику. Республика несет ответственность за жизни граждан и старается не расходовать их напрасно. При королевской власти правителю достаются все выгоды войны а подданным все невзгоды. В республике невзгоды разделяются всеми и нет выгода получателя. Республикам присуща идея человеческого братства. Роль международных организаций и договоров понятна. Но почему Кант придавал такое значение торговли? Цивилизующее действие торговли отмечалось еще на исходе средних веков. Кант распространял и на международные отношения принцип разумного альтруизма. Партнер нужнее живым, чем мертвым. В настоящее время на смену борьбы за территории и колонии пришла борьба за рынки. И хотя эта борьба порой бывает циничной и ожесточенной, очевиден ее некровопролитный характер. Нет никакого смысла ожесточать народ и разрушать инфраструктуру той страны, с которой собираешься торговать. Вера в универсальную разумность человеческой природы и эмпатию побуждала деятелей просвещения выступать также против государственного насилия, деспотизма, казней. В Англии на исходе XVIII века смертная казнь следовала за 200 с лишним преступлений. Через сто лет таких преступлений осталось только четыре. Многие идеи просвещения приживались медленно. И только сейчас мы можем говорить о достаточном приближении к этим идеалам. Декларация прав человека, принятая ООН в 1948 году, воплощение идей Канта, прошедшая в 60-х-80-х годах в развитых странах революция прав, уничтожила расовое и гендерное неравенство. Гуманизируется пеницитарная система, отменяется смертная казнь и телесные наказания. Сейчас нам дико слышать о пытках, которые были нормой в эпоху просвещения. Наконец-то дошло дело и до отмены телесных наказаний для детей. Эмпатия охватила все человечество и распространяется на животных. Человек принимает на себя ответственность за весь мир, и это тем более побуждает искать компромиссы и стремиться к сотрудничеству. Контр просвещение Романтический милитаризм, национализм, утопии. Из всех идеалов просвещения самым неприемлемым оказался вечный мир. В Европе военная служба все еще понималась сословно, как долг и привилегия аристократов. Нарядный мундир был брачным оперением, увеличивавшим шансы найти себе пару. Мундир один мундир он в прежнем их быту когда-то укрывал расшитые красивые их слободушие рассудка нищету. Возмущается Чацкий рупор просвещения. Но мундир прославляли не только молодые дворяне, но также интеллектуалы девятнадцатого века. Искусствовед Джон Резкин утверждал, что война раскрывает высшие добродетели и способности человека. Писатель Эмиль Золя называл войну матерью всего. Это настроение было распространено во всех слоях общества. И Первую мировую войну молодежь встречала восторженно, как случай отличиться. В двадцатом веке героизация войны прекратилась. И причиной тому стал ряд факторов. Появление новых мысливших личный героизм. В Первую мировую войну еще происходили рыцарские поединки летчиков, но для остальных родов войск это было истребление без всякой романтики. Расширение круга эмпатии стали заметны страдания рядовых и мирных жителей. В русской литературе тема войны как страдания появляется раньше, чем в других европейских странах, уже после Крымской войны. Лев Толстой написал севастопольские рассказы в 1855 году. Феминизация стал слышен голос вдов и матерей, не приверженных идеям чести. Большую роль сыграла сатирическая литература после Первой мировой войны. Первая мировая война породила обильную антивоенную и пацифистскую литературу. Яркий пример ремарк. Но самый тяжелый удар романтики войны нанесли похождения бравого солдата Швейка. Война обернулась идиотизмом служак и дизентерийной вонью. Восторженный милитаризм, культ мундира, составная часть романтического национализма первой половины девятнадцатого века. Если просвещение говорило о правах индивидуума и призывало к широкой, в итоге всечеловеческой эмпатии, то романтизм, особенно немецкий, утверждал, что индивидуум обретает смысл лишь в народе. Романтики отвергали просвещение и культ разума, провозглашая культ своих чувств. Романтизм верил в предначертанную судьбу каждого народа, в неразрывную связь народа со своей землей. В двадцатом веке отсюда возникает нацистский девиз «кровь и почва». В девятнадцатом веке концепция борьбы проникала и в философию, и в науку. Диалектика Гегеля — единство и борьба противоположностей. Эволюция по Дарвину — результат борьбы за выживание. И Гегеля и Дарвина приспосабливали к социальным проблемам. Гегельянец Карл Маркс создает учение о классовой борьбе. Социал-дарвинизм обуславливает борьбу высших и низших рас или сословий. Национализм и романтический милитаризм — непосредственные виновники воин, от наполеоновских до Первой мировой. Но им на смену пришел более страшный враг мира — тоталитарные идеологии. Двадцатый век прошел под знаком борьбы двух тоталитарных идеологий — советской и нацистской. Обе они требуют от человека полного растворения в народе, понимаемом социально как простой народ или расово арийская нация. Народ — вымышленная сущность, однако соблазн принадлежать чему-то большему и служить не себе, но идее, оказался слишком силен. Это своего рода альтруизм, однако в сочетании с классовым или национальным эгоизмом и острой агрессией против всех чужих. Тоталитарная идеология ведет к внешней войне и внутренним репрессиям именно потому, что обещает вечное счастье для многих миллионов людей и освобождает личность от сомнений и совести. Ради вечного счастья человечества можно пожертвовать десятками миллионов людей. Те, кто противится вечному счастью человечества, не люди. И в советской риторике, особенно в эпоху сталинизма и в гитлеровской, противник расчеловечивается, приравнивается к низшим существам, крысам, паразитам или демонизируется. Тоталитарная идеология противоположна не только демократии и плюрализму, но даже автократии, допускающей существование других автократий. Истинная идеология может быть только одна. По отношению к подданным она ведет себя как возведенный в абсолют Левиафан, полный государственный контроль, жестокое наказание за малейшую провинность. Вовне война против всех. Программа Гитлера война, захват всей Европы, господство в мире и тысячелетний рейх. Уничтожение всех расово-чуждых элементов, а также немцев-инвалидов. Тоталитарные идеологии воспользовались всеми враждебными просвещению кунштюками девятнадцатого века, в том числе романтическим милитаризмом и возрождали любовь к мундиру. Гитлеровскую армию ИСС обшивал Хьюго Босс. Жестокость и расовое превосходство эстетизировались. Катастрофы двадцатого века породили не только пессимистический взгляд на природу человека и ряд апокалиптических пророчеств, но как ни парадоксально новые надежды стал очевиден источник этих катастроф контур просвещения и были предприняты попытки на этот раз довольно успешные применить принципы просвещения и вспомнить три условия мира по Канту. Новый мир и третья природа Долгий мир феномен второй половины двадцатого века с падением Берлинской Стены перерос в новый мир мир без противостояния двух систем Демократия одно из условий кантианского мира стало наиболее распространенной формой управления Фрэнсис Фукуяма после падения Берлинской Стены объявил о наступлении конца истории торжестве либеральной демократии и повсеместном распространении западных ценностей ценностей просвещения После Второй мировой войны предпринимались осознанные усилия для предотвращения новых и еще более страшных катастроф Такую систему безопасности все видели во втором условии кантианского мира создание международных организаций и заключение договоров ООН создавалось с большим трудом Главными противниками были вовсе не мусульманские страны а оплот демократии США и Великобритания с одной стороны а с другой стороны советский блок И для США с расовой сегрегацией и для Великобритании с ее колониями камнем преткновения было заявлено в декларации равенство прав для всех Современный мир пронизан огромным количеством договоров не только военных и союзнических но и экономических о культурном взаимодействии сотрудничестве в области экологии контртеррористической деятельности и так далее выполнено и третье условие кантианского мира торговля и разделение труда сделались глобальными мы видим благие последствия этого рост общего благосостояния выравнивание условий большую мобильность географическую и социальную взаимный интерес и накапливание знаний друг о друге устраняются те причины войны которые перечислял ГОПС международная организация и общая система безопасности снижает страх всех перед всеми понятия чести и мести выдавлены на периферию главным образом ими оперируют боевики и террористы перестает действовать и основная причина агрессии жадность так как основное богатство развитых стран институты и инфраструктура их невозможно присвоить а можно лишь разрушить к общему ущербу предсказанная борьба за ресурсы так и не началась самым ценным ресурсом оказались идеи которые помогают находить новые ресурсы вопреки пророчествам о перенаселении драки за ресурсы и повальном голоде благодаря зеленой и технической революции посевная площадь снижается и восстанавливаются заповедники электроника позволила заметно в развитых странах уже в полтора раза снизить объемы ежегодно расходуемых потребителями материалов перед всеми жителями земли открываются возможности социального роста преодолена одна из самых болезненных проблем развитых стран неравенства изменился и сам человек если цивилизующий процесс способствовал формированию второй природы хороших манер сдержанности самоконтроля умения считаться с другими то сейчас местами наблюдаются проявления третьей природы раскованности проистекающей из взаимного доверия эмпатии и уверенности в своей безопасности если третья природа человека укрепиться и разовьется новый мир может оказаться действительно долгим и качественно иным основанным на свободной эмпатии индивидуумов и признанной ценимой универсальности человеческой природы заключение пять демонов человечества пять источников агрессии всегда будут нас переследовать хищническая или инструментальная агрессия биологическая борьба за добычу борьба за доминирование желание доминировать овладевает нами в любом споре побуждает отождествлять себя с определенной лучшей группой месть потребность воздаяния и справедливости садизм наслаждение жестокостью из всех животных присущей именно человеку и вероятно обусловлено социально зрелищами публичных казней инициациями домашним насилием этот порочный круг можно разорвать идеология общая система убеждений зачастую утопическая оправдывающая насилие ради безграничного блага общества этим пяти демонам противостоят лучшие ангелы нашей природы направляющие человечество к альтруизму и сотрудничеству эмпатия способность поставить себя на место другого человека сочувствие чужой боли готовность согласовать интересы круг эмпатии неуклонно расширяется и приближается к идеалу канта всечеловечеству космополитизму самоконтроль способность сдержать инстинкты мести страха и предоставить возможность сказаться эмпатией и разуму самоконтроль развивается в результате цивилизующего процесса разум помогающий выйти за пределы частной ситуации понять как мы живем и как можно устроить лучше разум как основа универсальной природы человека источник эмпатии взаимопонимания и прогресса моральное чувство поддерживает набор норм и табу моральное чувство следует отличать и от принимаемых на веру традиций и от тоталитарных идеологий ангелы работают во взаимодействии чтобы включить эмпатию нужен разум способный осознать наше сходство с другим человеком моральное чувство складывается на основании разума и эмпатии и не может реализоваться без самоконтроля и так далее в этом есть и преимущество четыре ангела взаимодействия создают благой цикл ведущий от всеобщей агрессии к минимизации насилия от тройболизма к полной инклюзии но в этом и опасность сбой одного звена приводит к нарушению всего цикла регрессу моральное чувство может освещать также тройболистки или авторитарные ценности и тогда эмпатия по отношению к чужакам или еретикам умолкнет разум перестанет различать собственные ментальные заблуждения и допускать правоту других самоконтроль будет направлен на то чтобы не отпасть от этих ценностей я просто выполнял приказ я действовал во благо своего народа жертвуя своими человеческими чувствами такие оправдания часто звучали на нюрбергском процессе природа человека у многих вызывает опасения тот же Фукуяма полагал что либеральная демократия не устоит агрессия прорвется и воцарится хаос и действительно в нашей природе таятся немалые опасности но ангелы не раз уже спасали нас и сейчас мы вправе надеяться на лучшее тем более что достаточно отчетливо понимаем на чем были основаны действия ангелов в прежние исторические периоды что и почему им удавалось победить а и Продолжение следует...